Всем привет! Сегодня мы будем делать кольцо из проволоки 1 мм и бусина рондели 4 мм. Для начала нам нужно отрезать два кусочка проволоки 10 см и 20 см. Далее мы сгибаем проволоку 20 см пополам и формируем некую петельку. Для этого я пользуюсь круглогубцами, но можно обойтись и без них. На меньшем отрезке проволоки нам также нужно сформировать некую петельку. Далее мы присоединяем одну петельку к другой, как показано на видео. И зажимаем петельку на маленькой проволоке плоскогубцами. На одну из проволочек мы насаживаем бусинку 4 мм и хвостик отгибаем обязательно вверх. Проволокой мы стараемся оплести эту бусинку, чтобы получилась косичка. И на среднюю проволочку мы насаживаем еще одну бусинку. И так продолжаем делать все колечко. Самое главное в этом колечке, чтобы вы как можно плотнее проволочку подводили к бусинке. Но также главное и не пережать проволочкой бусинку, иначе она может расколоться. Кстати, все материалы для этого мастер-класса я обязательно оставлю в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Когда вы уже видите, что колечко получается довольно-таки длинное, то попробуйте померить его на свой пальчик, потому что вдруг уже пора заканчивать его. И сейчас будет довольно важный этап. Вам нужно сформировать форму вашего колечка. Для этого можно использовать любой инструмент, ну или какой-то подручный. Я взяла кисть, потому что как раз у основания у нее 18 размер, как мои пальцы. И потихоньку примеряете ваше колечко на кисть, формируете ровный круг. И начинаете потихоньку скручивать проволоку и подводить кольцо к логичному завершению. Чтобы закрепить кольцо, нам понадобятся две проволочки. Поэтому третью мы просто загибаем, придавливаем нашими круглогубцами. И стараемся в то крепление, которое было изначально на колечке, вставить вот эту вот проволочку. Это довольно-таки сложный процесс. Наверное, я пару минут этим занималась, но у вас обязательно получится. И вытягиваем проволочку через петельки, пока мы уже не дойдем полностью до того края. Когда мы полностью вытянули проволочки, мы начинаем как-нибудь аккуратненько и красиво заправлять их внутрь колечка. И обязательно нужно будет проволочку потом вытащить как-то во внешний край, чтобы край проволоки не царапал пальцы. У меня не осталось лишнего края у проволочек, я все благополучно заправила. Но если у вас останется, вы можете просто их обрезать щипчиками. Вот и далее у нас контрольное придание формы. Еще раз мы надеваем на какой-нибудь предмет, чтобы сделать его круглым. Примеряем. Все сидит отлично. Осталось выбрать палец, на котором будем носить колечко. Спасибо за внимание! Продолжение следует...